всем привет с вами bassett на канал возвращается кейнз рэп и сегодня мы посмотрим очень классный каст формате 1 на 1 в котором победитель неизвестен буквально до последних пару секунд желаю друзья вам приятного просмотра так друзья мы стартуем наш матч у нас появляются два игрока первый у нас драйв за зеленых гсб и его оппонент байк раш тоже за гсб только красного цвета очень такое интересное противостояние это репка мне было прислана с названием самый близкий матч да то есть это будет какое-то такое знаете дикое дикое противостояние с камбэками не только вот до последней минуты будет непонятно кто же все-таки выиграет жалко конечно что в этом матче у нас только два гсбшика мы не увидим нот но вы прекрасно понимаете лысый из нот мистер кейн он такой то он там со скринами где-то гуляет то там по порталам прыгает то в таци тыщет то получает выстрелы и зоны пушки в общем такой знаете мальчик гуляющий как вы понимаете его вечно вот не найдешь и вот игроки видимо переходят за более стабильных гсб окей красный занимает здание впервые этот бизнес-центр оккупирован и стал там приходится искать себе новое место к сожалению да вот если вот риэлторы не смогли сдать эту квартиру раньше и собственно печально закончили на футбольном поле слева тем временем охраняет бургер конг судя по всему это пехота и так понимают историческое наследие юнеско во вселенной cnc и вот поэтому они пытаются защищать кстати выглядит достаточно неплохо да на смотрите вот есть только одна котлетка салатик кунжут сверху и помидор на такой знаете абсолютно базовый бургер обезьян немного напомним харамбы окей рядом смотрите есть еще одна прекрасная забегаловка просто вот с куриным яичком но на самом деле не ясно на что это намек может быть на киевсе какой-нибудь нанесу окей едет сейчас красный на вторую базу на старте на самом деле в кейнз рф обычно все примерно одинаково если только какой-то игрок не планирует что-то прям совсем дико вот красный решил немножко здесь по доставать его противника да у драйва небольшие трудности возникают из-за того что здесь вот как планируется окопаться игрок за ксб его противник он просто ставит несколько бункеров и вот будет так вот постепенно ломать энергостанцию ну видимо зеленые пришли да они правда красного цвета там тоже есть какая-то доля иронии да если вы смотрите за европейской политикой мы в целом да пытается не уничтожить энергостанцию который видимо загрязняет поняту в ответ ставится такая вот огромная турель которая по ним стреляет но пока просто все вот заливается этим белым светом блокер достаточно крепкий для этой турели но я думаю что энергостанция должна выжить и игроки тем временем отправляться занимать конечно же базы одна паса здесь будет у зеленого естественно такая же будет у красного в этом районе и они будут спокойно качать свою экономику это правильно потому что ну как правило знаете это надежный стиль игры что если вы играете с одной базы вы должны убить оппонента за минуток пять а то и даже и меньше и если это не получилось то естественно игра будет проиграна но когда вы занимаете две-три базы у вас намного все лучше с ресурсами вы можете немного терять унитов и в принципе все равно тащить особенности ваша экономика лучше вот строится питбули стандартные варианты питбули зеленого уже приезжает красному пытается сейчас драйв наш зеленый гсбшник немножечко напрячь красного оппонента байкраша но пока что все как видите заканчивается хорошо для красного он просто отбивается спокойно и у него все замечательно спокойно спокойно абсолютно отбивается и продолжает добывать ресурсы дальше на центре есть прекрасная голубая руда она замечательно тем что не только имеет необычный оттенок природы да то есть плюс она дает экстра ресурс она является более ценной видимо потому что она более редкая вот и соответственно ее тоже полезно собирать пока что это делал только зеленый насколько я видел его комбайн приезжал собрать немного себе в закрома ну и собственно ребята играют достаточно пассивно на старте ну как пассивно нормально но я имею ввиду что никто пока никого не рашит да то есть так вот все более-менее осторожненько может быть планируют что-то жесткое ближе может быть клейт гейму ну как бы стандартное вроде открытия да вот питбули строится баги эти но пока никто не спешит с атаками немножко катаются размениваются постоянно вода вот здесь очередной питбуль проводит разведку пытаются конечно найти где-то какой-то out до попытаться вот зайти сбоку где вот экономика там не охраняется или вот что-то подобное очень очень желаемо конечно для любого этих игроков но пока это не удается ну значит остается просто развивать экономику и строить первых хищников это замечательный такой красивый танк гсб на мой взгляд дизайн у него намного лучше чем у нудовского аналога но по факту разница не такая существенная и строится конечно же пехота тоже стандартный вариант для игроков и гсб и ракетчики как всегда у них ракеты не что надо вот все-таки не нот но тоже ничего но не нот и вот эти вот ракеты идут куда-то сейчас вниз наверно будут снимать может быть здание может быть попытаться вот сквозь эти такие городские джунгли пробраться поближе к красному красный наверное будет у красный делает вертолеты хаммерхеда у него готовится тоже садятся в них ракетчики есть даже вот еще группа авиации которая полетела что-то бомбить продается при этом аэродром продается казарма чтоб вышло больше пехоты да и кстати вот никто не перехватывается общагу с мутантами да не знаю почему я понял почему конечно они боятся общаги я тоже боялся общаги знаю в каком состоянии они часто бывают но все-таки и тут там тоже порезняют начинается атака слева много да он приезжает питбулли но при этом есть чем отбиваться комбайна и может быть заберут у дома кстати полностью берем не хватило урона ну как же так не хватило к сожалению да справа тем временем гренадеры защищают здание без своих проблем закидывают их гранатами но вот ответная группа войск двигается отсюда куча бтр-ов имеется вертолеты полетели бомбить они будут целиться именно сейчас комбайнов и ну-ну-ну надо да надо стрелять ракеты отбиваются кстати ну комбайн был уничтожен то есть пытается просто снизить потенциал экономики своего противника это хорошая тактика на самом деле да потому что экономика в кейне играет очень большую роль и действительно по урону более-менее у ребят правда все одинаково потому что и на центре погиб комбайн красного и сам красный уничтожил одного комбайна противника вот этот правда что-то замерился застрял харвистер ну надо же ехать домой ну что же ты делаешь дружище а где защита то собственно у красного красного проблема его очень сильно прессует зеленый обстреливает его с одной из построечек инженеры выходят то есть видимо ее отремонтировать их расстреляли о появился марф ой-ой-ой решил выйти сразу супер технологии сейчас игрок красного цвета он просто зарашил самого сильного супер юнита который имеется у гсб и будет им пытаться отбиваться в одиночку но он достаточно силен чтобы одиночку справиться с противником но естественно зеленый думает что проще пойти будет какую-то другую атаку да просто развернуться с другой стадии с другой стороны точнее да и в то же время пытается подраться за базу здесь но ставится пушка уже на этом фланге и вот как-то здесь у зеленого пока не задалось все это дело тем не менее марф пытается на центр здесь как-то отбиваться и зеленый пытается наоборот напасть на базу слева абсолютно логичное решение правда красный сейчас сбивает его вертолеты и ставит свою ответную соника sonic пушечка да такая звуковая которую сажает здесь абсолютно все танки и как-то ну совсем не получается зеленого напасть отлично спорирует его красный просто великолепно отбивается но вот все таки наверно пару комбайнов он потеряет не очень осторожным то действуя да на нам отойти подальше против вертолетов ничего особо нет на вот ставится 1 флаг до турелька должна отбиться без проблем в принципе а тут есть какие-то чего пехоты авиация постоянно вылетает по сбивать это дело где же там марф 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 куда он там направляется что поехал налево нет просто знаете постоянно 6 бегает по карте стреляет амаф направляется направо направляется просто раши своего противника и да видимо решила что красный что ему проще будет сейчас в лоб ударить и разбить врага, он как бы вроде как отбивается, на самом деле как бы тут не так, да, на самом деле отбиваться там может быть и отбивается, но мне кажется ситуация не такая крутая, хотя вот еще одна пушка построила здесь, но комбайн наверное погибнет здесь, возможно, возможно, да слева продолжается прессинг, зеленый пытается не дать красному нормально добывать, и у красного цвета это получается не то чтобы прям отлично так сбрасывается что у нас это, потому что какая-то авиация десантники полетели сейчас от зеленого так, еще натураль ставится тут, ну да, совсем совсем зеленый, не может пробиться, вроде как да, вроде как и почти убил комбайнов, но все же не совсем то, что хотелось бы в то же время Марф, Марф где-то гулял здесь, он был вроде как у Тиберия, да здесь он просто прогулялся, вот в него там уже сел инженер, даже два инженера судя по всему, и он направляется обратно домой, как-то все-таки мне казалось, что он поедет на базу противника, но не решается, да, потому что куча танков приехала сюда, и уже возникает проблема у красного, турели продолжают строиться турели на самом деле шикарно отбиваются, но вот комбайнов все равно будет терять, скорее всего байк раш, и вот гренадеры своими эмигрантами отключают турельки тем самым, давая возможность танкам вступить в сражение, слева по-прежнему осада продолжается, комбайны просто тут не добывает большие проблемы у этого игрока, вертолет какой-то один отстроился, его быстренько пытается сейчас уничтожить один БТР, но БТР сам был уничтожен одной турелью, в которой стояла БТР ветеран уже приезжает сюда, будет сбивать вертолет наверное, нет просто пытается выворачиваться, сейчас получится выстрел из этой пушки, да, он забирает комбайна просто, вот на это он именно целился и, знаете, да, по ресурсам все хреново будет сейчас у Красного, не считая, конечно, его поле справа и, кстати, все комбайны его почти переехали сюда но продолжает его пушить Зеленый пытается полностью лишить его экономики но при этом сам тоже несет большие потери это, на самом деле, очень рискованная стратегия а с другой стороны, да, у партии может быть не останется ресурсов чтобы что-то строить, но при этом ты сам потерял очень много танков и БТРов и хватит ли у тебя денег отстроить всю эту армию заново, при этом Зеленый, кстати, ушел налево он решил строить свои локации здесь и будет, наверное, пытаться уже закрепиться именно там командный центр Красного при этом вернулся сюда и, по-моему, он вполне успешно отбивается с новыми пушками танки тут пытались куда-то проехать но не получилось Красный, действительно, пока отлично парирует все атаки но, конечно, не без потерь но главное, что у него база справа работает это его самая важная локация его охраняет Марф, один, который спокойно тут курсирует взад-вперед и не позволяет противнику толком прессовать себя поэтому, действительно, у него замечательно группа вертолетов Красного полетела на контратаку так, у них-то вполне может получиться но флаг строится здесь ответный флаг отгоняет противника но не то чтобы очень далеко однако парочку комбайнов по пути все-таки можно забрать наверное, вот этого, как, например, да но решает вертолет вернуться домой почему он решается домой? может быть, на ремонт? может быть, испугаясь сражеской авиации? не знаю, здесь Красный обнаруживает базу Зеленого а не очень, конечно, это приятно для него, соответственно, да потому что здесь уже все, как бы, подготовлено тут турели могут отстроиться уже очень быстро но ответный, как бы, командный центр Красного готов думаю, что он будет строить свои пушки и пытаться просто выгнать противника строит здесь он аэродром и, естественно, одну турель ответная турель сразу же возникает у Зеленого и она делает первый выстрел это очень важно сейчас потому что, по идее, она должна выиграть но вертолеты очень помогают и в итоге все-таки турель Зеленого погибает но флаг там тоже настреливает сбоку вертолеты тоже появляются и у Зеленого он убивает вражескую турель но ребята пока все-таки не поделили эту кучу Зеленого Тиберия и пока что, действительно, все очень выглядит нестабильно здесь ставится еще одна турель от Зеленого она построилась пораньше поэтому должно успеть хотя, оп, нет-нет-нет контрмер, естественно, идет сейчас от Красного и сзади появляется уже первый Джаггернаут это артиллерия ГСБ и будет она строить по противнику две турели уже готовы сейчас у Красного и он будет своего противника выгонять отсюда без особых трудностей строится при этом постоянно флаги чтобы сбивать вертолеты и, действительно, часть будет сбита и Марв еще приходит отсюда сбоку ну, что ж такое Марв Красного, напоминаю, да то есть у Красного есть вообще уже и две турели и Марв, но Марв получает гранаты от гренадеров и теперь не активен ракетчики стреляют в него из зданий ставятся две пулеметные турели чтобы защитить Марва и, скорее всего, это у них должно получиться пехота двигается еще справа все больше и больше сил становится сейчас у Зеленого но при этом он теряет тоже все достаточно быстро и в итоге вынужден сдавать баз здесь продавать свои постройки и отходить назад как-то у него все получается не совсем круто очень даже не круто, я бы сказал теряет он это здание теряет пехоту, которая у него тут была и Красный, по-моему, только что разгромил своего оппонента в этом местечке да, и нужно как-то вот отходить чуточку назад но ответный Марв готов при этом смотрите уже, соответственно, у Зеленого да, то есть теперь у него появилось наконец-таки тоже свое оружие массового поражения точнее юнит, ну, супер юнит, по сути да, который будет направиться на противника и будет дышить ему, наверное, эту базу а тут, смотрите, Марв просто в наглую ворует ресурсы да, и, соответственно, такое поведение дает меньше кристаллов зато можно спереть все эти кристаллы у оппонента тоже хорошее, на самом деле, решение экономической проблемы здесь все отлично у Красного при этом он не теряет добычу просто замечательно там занимается сбором ресурсов ну, а, соответственно, Зеленый находится в такой немного тяжелой ситуации единственный выход сейчас это развернуться на центре тут довольно много уже голубой руды синих кристаллов, которые можно собрать и именно этим он и занимается очень жадно сейчас хватают в своей клешне комбайны Зеленого и вот так вот собирают внутрь себя свое нутро помещают эти кристаллы чтобы потом отнести в добычки и приблизить немножко победу вот, кстати, смотрите, статуя брата одного из нодовцев интересное место когда это они успеют тут архитектурные порядки сделать интересно, я думал, нод только все разрушает видимо, я что-то не знал может быть, это была пропаганда ГСБ в общем, да экономика растет и ведет к победе как говорится в кампании в Heroes 2 и, собственно, действительно, все пока и происходит так для Красного но Красный, при этом, видите, он постоянно тоже испытывает какие-то вот небольшие контратаки от Зеленого и, кстати, Зеленый своим Мармом приехал прямо домой сейчас к Красному он этим очень сильно рискует, да, по понятной причине и, на самом деле, это не самое лучшее положение для него Марта можно просто, знаете, как-то отдать легко у него, конечно, есть защита от воздуха ведь у него ракетные турели поставить потому что у него села ракетная пехота но при этом все равно, конечно, если вдруг его как-то сейчас будет окружать но окружать нечем Красному Красного, как бы, несмотря на то, что он постоянно везде сражается денег у него тоже немного потому что вот все время он терял комбайнов, да то есть какие-то трудности у него постоянно возникали ну и справа, кстати, не так уж и много комбайнов, как хотелось бы Марф уезжает отсюда, с другой стороны потому что Джиггернаут ему стреляют в спину он решает не рисковать но, на самом деле, отлично выигрывает время сейчас Зеленый, потому что в лоб, возможно, он бы проигрывал по крайней мере, ну, с Джиггернаутами драться неприятно он отходит чуточку назад Марф продолжает отступать достаточно в быстром темпе и двигается у Красной базы Красной базы, здесь немного пехоты ну, конечно, пехота это совсем не проблема для такого огромного юнита о, ну вот проблема, да, это Эми гранаты вообще любые глушилки, которые приходят сейчас на этого юнита да, потому что в стационарном положении от выстрелов Джиггернаута ты не увернешься никак ну и, соответственно, это большая печаль потерять этого юнита будет совсем неприятно это то, о чем я говорил немножко ранее, да, то есть, казалось бы вроде как активная атака это хороший метод ведения сражений то есть вы отвлекаете внимание оппонента сами развиваете экономику но в то же время можно попасться вот так вот в неприятное положение самому, да так, с Джиггернаутом уничтожены авиации, кстати, сзади отлично сейчас отыгрывает Зеленый его пехота, правда, пока сюда не приходит то есть очень много пехоты протянника с другой стороны и еще больше ракетчиков строится при этом у Красного они выходят из двух бараков одновременно Марф Красного был какое-то время неактивен но Зеленый продолжает сдавать задом и уничтожать вражескую пехоту но столько ракетчиков здесь уже оказалось что мне кажется этому Марву просто не спастись как бы он ни пытался может быть он заберет с собой еще пару юнитов но, конечно, будет здесь потерян это 100% и уничтожается он прямо в этом месте и ракетчики получат ветеранство за уничтожение и, собственно, Красный очень доволен но фишка в том, что Зеленый за это время смог выиграть и другие места другие сражения он провел пока и отвлекал своим Марвом и, собственно, теперь может спокойно снова занять это кристальное поле и попытаться установить свою экономику в то же время Красным уже, наоборот, сейчас нужно вот как-то заниматься опять-таки регруппировкой и идти в атаку причем продолжают, смотрите, гренадеры задерживать противника они кидают гранаты у них там вроде как была имя граната да, вот она уже потрачена мне кажется, была нет, вот еще она заходит сейчас и вот Марв снова неактивен фактически пытается всячески тянуть время сейчас Зеленый потому что понимает, что да эта армия Красного очень страшная слишком много тут ракейщиков плюс, конечно, по-прежнему в строю Марв и надо по-прежнему как-то пытаться выиграть это самое время вертолетов его продолжают летать и продолжают настреливать по противнику и не дают ему покоя сейчас и просто уходит отсюда Красный у Красного остается только два генератора и рефайнер то есть технически, да, ситуация неприятна и, по-моему, вертолетов уже себя чистильщики, да которые, собственно, спокойно могут уничтожать постройки у них очень большой урон и, соответственно, начинается что-то похожее на размен баз то есть Красный потерял все на южном фланге на южной позиции, точнее и ему теперь нужно как-то только держаться одной локации тут я даже не уверен, что у него есть командный центр который, может быть, уже был потерян где-то но, кстати, он сам идет в атаку сейчас на северную позицию Зеленого на севере тоже еще не остается и Зеленый как-то вот пока раскидан между центром и левой базой которую может добывать и, да, пытается отстроиться он именно слева у него самого войск очень мало в основном это одна пехота и вот вертолеты, которые сюда прилететь вряд ли смогут тут много ракетчиков, на самом деле но эти вертолеты бьют тоже очень больно нужно это иметь в виду однако лучше не рисковать это фактически вся армия которая осталась у Зеленого ему и утерять нельзя но он может вот так вот с дистанцией полностью сажать генераторы как вариант, да, и продолжить наносить какой-то урон действительно это будет неприятно кстати, решает драться с пехотой и, по-моему, его даже хватает ракеты входят больно, но ни один вертолет еще не упал может быть, все-таки один будет уничтожен да, уничтожается еще один в барак подождите да, если сейчас нету каких-то зданий у этого игрока уничтожения не сможет ничего строить фокусит просто сейчас рефайнерем на попик пошел в бейстрейт сейчас зеленый но мне кажется, это была ошибка уже, конечно да, можно было бы этого не делать в итоге остается только один рефайнери у красного игрока у него больше, по-моему, нет зданий если я правильно понимаю, да но проблема в том, что здесь надо отбиться как-то дома еще попытаться атакует всю эту позицию Марф фокусит просто главный командный центр и будет просто давить пехоту здесь вот так вот жестоко продается барак стоит сразу справа другой барак надо садиться в курочку надо садиться в другие здания в округе командный центр очень сильно бит и скоро будет потерян но просто смотрите хочешь как-то забрать уже эту Амару всеми стенами пытается подкрепить пока от красного ждать не приходится командный центр все еще вычинивается но хитпоинтов очень мало и совершенно разводится археечки предпочтают отстреливаться предпочтают вертолеты наконец-то кинул урон по-прежнему очень несущественный Марф теперь садятся еще бараки в округе скоро просто не может ничего строить скорее всего зеленый игрок без своего командного центра да, практически все свои здания уже потерял подходит там подкрепление с садистом Смотрите, сзади красные солдаты, они стреляют по пехоте Ее очень быстро убивают, но, по-моему, все Не остается больше никаких построек у зеленого Теперь он тоже строить, ничего не может Как, впрочем, и красный Марф был уничтожен, двигается в атаку комбайн Двигается в атаку пехоты, кто же, кажется, победителя пока очень непонятно Много пехоты имеется и у красного, и у зеленого Но мне кажется, что кажется, вот чуть-чуть, буквально, больше и у зеленого Но при этом ни один из игроков не может уже ничего строить Кроме, собственно, вообще, по-моему, ничего не может строить Начинается председатель уже с комбайнами на центре оккупировал бизнес-центр, при этом сейчас игрок красного цвета и ставит еще бункеры, в которых пытается укрыться от противника, но сражение продолжается, зеленый готов драться, красный комбайн дает очень много пехоты, получает даже одну улычку ветеранство сюда, ставится зеленый бункер пытается до красного держаться, зеленый, но его силы немножко потаяли, в этом сражении из-за этого чертова комбайна, который просто переехал всех, йохарный бабай, жми, подходит еще красный на повыш, пытается переставиться с ракетами ситуация крайне тяжелая для двух игроков но по-моему, по-моему, красного сейчас зеленый это немножко нивелирует своим комбайном, комбайн еще есть сверху пулемета который больно бьет, вы ходите, держится у бургер конга, сейчас красный пытается обмануть эту тупик в упрямках Call of Duty Modern Warfare 2, таблотка эмиссии с обороны бургеров, бургерных но по-моему, да, зеленый постепенно заканчивается, в то же время справа, справа что там, красный, есть еще два вертолета есть еще два вертолета, два вертолета остаются сейчас еще у зеленого пытается забрать последнее здание которое осталось у противника, и на самом деле здание, это здание без прикрытия ракетчиков а есть ли вообще еще какие ракетчики на карте, да, ракетчики не идут быстрее спасти это здание, если потерять этот рефайнерий красный, то игра будет окончена но при этом зеленому нужно успеть защитить свой рефайнерий, иначе тоже игра не будет хочется, у него осталось только по 1 отряд пехоты, нет еще 10 отряд ракетчиков, но этот бункер будет держать достаточно долго, чтобы враг его не мог взять приступом, здесь вертолет сильно битый пара ракет, и он будет уничтожен и понимает прекрасно, это красный, нельзя дать ни в коем случае, свой рефайнер ракет, по идее нет, вертолет все-таки сбери, черт подери, у зеленого кончаются все шансы на успех, и зеленый признает свое поражение, не хватило ему чуть-чуть, все-таки осталось чуть больше пехоты у красного, и он смог победить в конце действительно очень напряженная игра под финальные сражения до конца было непонятно, у кого же останется вообще больше юнитов по постройкам, ребята потеряли абсолютно все на 18 минуте, как вы могли заметить, ничего не осталось только вот юниты в итоге решали, и действительно, байк раш справился чуточку лучше, его оказалось чуточку больше под конец, и смог он перемекли своего оппонента, может быть, если бы убил всех ракетчиков, он и вертолетов им просто бы допилил, остальную пехоту было бы все намного лучше и круче, но вот, увы игра была слишком динамичная, может быть игроки не могли сориентироваться, все-таки это очень высокий уровень, и играть действительно очень тяжело но вот так вот друзья, надеюсь, вам понравился этот матч, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписаться на канал с вами был Bassett, желаю вам всего хорошего всем пока, и до скорых встреч